Добрый день! Добрый день, друзья! Да, я жду сегодня подключений. Как меня хорошо слышно? Слышно отлично. Да, спасибо. Итак, я начинаю. Сегодня я буду проводить вебинар «Простые шаги, приводящие к успеху» в компании SVC, в компании SkyVault Community. Итак, меня зовут Наталья Костолова. Я педагог. Я педагог-художник. Я педагог, еще занимаюсь арт-коучингом. И также я имею опыт в построении малым бизнесом. С 2015 года я инвестор SkyVay, компании SkyVay. И, конечно же, тот багаж знаний, тот опыт, который есть, я могу передать вам. И сейчас у нас будет тренинг, который я подготовила. Это аргументация, работа с возражениями. В моих ресурсах у вас, вы видите справа, коммерческая беседа. Это прошлый вебинар, который мы проводили. Вы можете его закачать себе. И, так, аргументация, работа с возражениями всегда у нас идет в конце или в середине коммерческой беседы. И возражения, конечно же, они встречаются и в каких-либо ваших спонтанных общениях с людьми. Как говорится, в неподготовленных встречах. И знать определенные фразы, умейте распознавать настоящее возражение. Или это отмазки, отказы, сопротивление в разговоре. Это очень важно. Это всегда вам пригодится для того, чтобы строить деловое общение. Также подводить человека к заключению сделки. Ну и, конечно, это продажа. Это может быть продажа продукта, продукта и также продажа возможностей. Сегодня мы сегодня будем говорить о некоторых таких моментах. План будет вебинара строиться в том, чтобы... И не просто о возражениях я подведу вас к некоторым таким скриптам. Ну и формула презентации успешной. И также навыки убеждений. И в конце вы увидите также ту литературу, которая поможет вам добиваться успеха в бизнесе. Как говорил Роберт Киосаки, покупая то, что покупают все, вы не сможете преуспеть. Вам нужно находить прекрасные инвестиции, которые другие люди упускают. Так вот, почему же люди упускают прекрасные инвестиции, почему же люди сопротивляются, может быть, какому-то успеху или сопротивляются того, чтобы иметь большие деньги, доходы? Да потому что очень часто человек, он не может на первом этапе пройти дальше, да, рассмотреть те цели. Первый этап, первый этап это безопасность. И здесь первичное сопротивление какое, да, на этапе безопасности? Человек считает, что идет какое-то внедрение в его поле, да, внедрение в то, что этот человек, он, здесь какой-то страх у него. Страх, что деньги отнимут, страх потери, страх чего-то нового. Человек всегда первое, что включается, да, это безопасность. И также второй этап, первичное сопротивление, это то, что не поставлены цели. Цели не поставлены у вас, как в беседе с человеком. Первая цель, первичная цель, да, это выявление потребностей. Поэтому человек, когда, если не поставлены такие цели, конечно же, возникает определенное сопротивление. И в сотрудничестве здесь это уже будет такой негативный такой момент. И третий этап партнерства. Так вот, очень важно перейти к партнерству. Однако же, если не пройти этап безопасности, если не рассмотреть цели вашего общения с человеком, то партнерства здесь уже, ни о каком партнерстве речи быть не может. Итак, вторичное сопротивление при переговорах, да, когда при вашем предложении о сотрудничестве идут долгие переговоры, где-то вы ушли в техническую сторону, где нет выявления потребностей, нет энергии, неправильно выстроены презентации, слишком много характеристик, но не выявлены выгоды и так далее, то при продаже, конечно же, здесь уже человек сопротивляется, ему становится скучно, и он говорит нет. Язык выгод или характеристик? Очень часто на презентациях или на встречах происходит такой момент, что человек начинает, спикер, он начинает сразу же представлять характеристики продукции. В частности, да, в нашей компании сразу же начало идет с характеристик транспортной системы, новой транспортной системы. И дальше идут преимущества и в конце выгоды. Если это постоянно, бесконечно повторять, то здесь человек уже говорит нет, ничего нового. Но посмотрите, если мы пойдем другим путем, если мы переставим выгоды, преимущества, характеристики, то начиная с выгод, сопротивление всегда спадает. И человек слышит выгоды, и для него, если каждый раз открывать что-то новое, да, в выгодах, он с удовольствием слушает, у него появляется активное слушание. Дальше он еще раз переслушивает, утверждается в преимуществах, да, а характеристиками мы завершаем. В этом случае здесь больше процент принятия решений. стратегия вин-вин. Что это такое? Это выигрыш с вашей стороны и выигрыш со стороны оппонента. Что это значит? Я получаю свое, и человек удовлетворен. Эта стратегия вин-вин, она гораздо позитивнее, она гораздо выигрышнее, чем такая стратегия, как кто кого. Я его или он меня. Мы встаем на стратегию переговоров, на стратегию отношений. Для того, чтобы улучшить отношения, не порвать отношения, а продолжить отношения с человеком, потому что отношения стоят гораздо дороже. Сейчас в нашем мире человеческие отношения, действительно, они очень-таки ценные, и люди как раз и обучаются, очень многие на семинарах, как устанавливать долгосрочные отношения. Так вот, стратегия вин-вин для нашей компании, она очень выигрышная. И первое, что я буду делать, если мы договоримся? Всегда нужно понимать, когда ты идешь на переговоры, всегда нужно понимать, что ты будешь делать, если договоришься, и что ты будешь делать, если не договоришься. Это также входит в эту стратегию. Вот, если ты, что ты будешь делать, если ты не договоришься? То как раз разрывать отношения с человеком ни в коем случае не нужно. Нужно поблагодарить человека. И договориться с ним о том, что если я вам буду отправлять интересные материалы о развитии нашего проекта, вы будете их просматривать. Давайте следите за проектом. Когда мы договоримся с человеком о дальнейшем нашем общении, то здесь можно с ним установить какой-то диалог, а дальше вывести этот человек, а время меняется, вывести его на инвестицию или даже на партнерство. Тот момент, первый момент, да, что я буду делать, если мы договоримся. Так вот, здесь это уже проявление отношения к человеку в чем? Сопровождение его период инвестирования, выйти вместе с ним на сайт, помочь, подсказать. Ну и, конечно же, моральный контракт. Если мы с тобой включаемся в бизнес, в партнерство, твоя задача – это учиться, твоя задача – это приглашать людей, твоя задача – следить за новостями, твоя задача – быть компетентным, быть компетентным в области той продукции, которая есть у нас, в этом нашем проекте. и, ну и, конечно же, договоримся в той помощи, в той помощи, в которой я, в которой вы, да, в которой вы помогаете человеку строить его бизнес. Работа с возражениями при соединении – это первое. Сейчас я с этого как раз начну. Это один из факторов успешной деятельности любого человека, кто занимается продвижением, продажей, созданием группы. Понимаю, чувствовал, обнаружил. Самое важное – это не спорить с человеком, если он в чем-то не согласен. Послушайте и дайте понять человеку, что понимаете его чувства, именно чувства, а не логику его рассуждений. Расскажите ему, что вы чувствовали то же самое или подобное что-то. Покажите человеку другую сторону зрения, другую точку зрения, и скажите ему, что именно изменило вашу точку зрения. Приведите аргумент. И сейчас из этого также я буду строить беседу и приведу несколько примеров. Мы к этой формуле будем возвращаться. Смотрите, есть, когда вы беседуете с человеком, дали полностью презентацию, поговорили, пообщались, и он говорит, я посоветуюсь. Хорошо. Какие причины у человека? Человек, он не принимает самостоятельно финансовых решений. Это первое. Это понятно. Второе. Он сомневается, он хочет взять паузу и посмотреть все в интернете, посмотреть отзывы и закончить переговоры. Или третье, это закончить переговоры. Так вот, если в первом случае человек, он не принимает самостоятельные решения, вы можете спросить, а если бы вы принимали решение, вы бы приобрели, интересный такой вопрос, да? Если нет, то поблагодарите его и закончите разговор. Здесь нет места любопытства вашему. Не расспрашивайте его, почему, да, как, зачем тратить время. Но вот если, в том случае, если да, то ваша задача продолжить общение. я предлагаю следующим образом. Я лично могу пообщаться с вашим советчиком, ну, кто это может быть, брат, муж или жена и так далее, да, может быть, партнер по бизнесу. И мы можем вместе обсудить детали. И здесь вы смотрите на реакцию человека. Ну и еще. Если у вас есть сомнения, давайте на чистоту. Какие вопросы остались не заданы? Я на них отвечу. Отправить человеку материалы на почту и договориться о звонке. Это следующий этап. Потому что следом всегда мы должны завершать какой такой момент действием. Обязательно мы завершаем действием. Отправляем человеку материалы на почту и договариваемся о звонке. Так, следующий момент. Это такой алгоритм присоединения, ответ, аргументация и призыв к действию. Как я уже говорила, вот в таком ракурсе, смотрите, так, так, присоединение. Ладно. Присоединение, ответ, аргументация, призыв к действию. Когда вы присоединились, да, я вас понимаю. Здесь вы даете ответ человеку. Я понимаю ваши чувства. Однако вы приводите аргументацию. дальше. Призыв к действию. Что сюда входит в призыв к действию? Входит, я вам отправлю материал. Давайте я поговорю с вашим мужем или с вашим другом. Давайте я перезвоню вам в какой-то день, когда вы рассмотрите материалы. потому что вы ведущий общение и каждый раз вы заканчиваете свой диалог, свою встречу именно призывом к действию. Следом. Возражение, что может быть? Встречали ли вы такие возражения? Может быть это не возражение, а может быть это просто такая отмазка? А у вас в интернете есть негативные статьи? Да, я понимаю вашу позицию. Здесь вы не соглашаетесь с ним, а вы понимаете чувства человека. Я тоже смотрю отзывы развивающихся компаний и иногда негативная точка зрения перевешивает. Однако вы обратили внимание, сколько есть роликов и статей о поэтапном развитии проекта. Сколько людей поддерживает проект безопасного и экологичного струнного транспорта. и обязательно важно как раз здесь перевести на позитивные моменты, ролики, статьи и так далее. И вы увидите, или человек заинтересуется, вы с ним продолжаете беседовать в позитивном ракурсе, или он будет настаивать на негативных статьях. Здесь это будет две стратегии общения с человеком, две разных стратегии. Если человек продолжает негативно, то продолжайте с ним разговаривать и скажите, что есть, когда развивается молодая компания, то кто-то есть, кто оплачивает негативные статьи или троллинг для того, чтобы ее потопить. Следом, человек, если он не слышит, вот начинает еще и еще еще говорить, вы сможете сказать, если вы не доверяете в таком случае, до свидания. если я вам предоставлю материалы для полного представления нашей компании, вы рассмотрите, если вы смотрите негативные статьи, значит, вы сможете и посмотреть позитивные, вы задаете вопрос и человек, он слушает, он может выслушать вас, вы можете выслушать его, ни в коем случае не спорьте и не проявляйте себя агрессивно в данном моменте. Я понимаю, каждому из нас хочется сразу же попасть в позицию защиты. Нет, занимайте позицию слушателя, наблюдателя и занимайте позицию тому человека, как мама смотрит на нерадивого ребенка. нет денег. Встречаются ли вам такие возражения, когда человек говорит нет денег? Это очень часто. На сегодняшний момент, да, это есть так. Вашу ситуацию это особенно. Все стали прижимистыми. Так вот, я здесь говорю, я вас понимаю, лишних денег никогда не бывает. Однако здесь вы создаете актив на будущее. и ваш вклад сегодня может решить финансовую ситуацию для вас и для вашей семьи. Когда вы сказали это человеку, то послушайте, что он будет говорить. И от этого будет зависеть продолжение беседы. и также скажите ему, да, кстати, в нашей компании вы сможете уже сейчас начинать получать бонусные вознаграждения, работая по партнерской программе. Можно здесь задать вопрос человеку, вы знаете, что такое партнерский программ? Вы в курсе, что такое краудфандинг? И вы можете рассказать об этом. Давайте рассмотрим. и здесь также идет призыв к действию. Если возникает такое возражение, мне неинтересно, значит человек, он не понял ценности проекта. Он увидел расход денег, а не пользу. Он не увидел выгоды для себя. Может быть он слушал вас, но не слышал. Бывает, что человек слушает, но думает о чем-то другом. И здесь еще такой момент, что вы не выявили потребности, вы не поговорили с человеком, не раскрыли его, чтобы человек внимательно слушал. Поэтому и возникает такое неинтересное. Представление проекта было сделано неправильно. еще раз здесь нужно пройтись по формуле. Формула презентации, формула общения с человеком в любом месте, за чашкой кофе или в зале. Это выгоды, преимущества, характеристики. У меня неинтересно еще такой момент. Вы так говорите по моему ощущению, что не успели разобраться, какие выгоды вы сможете получить. И смотрите на человека, разобрался он или нет. Он скажет, да, я разобрался, в таком случае до свидания. Значит, есть какое-то внутреннее сопротивление человека, что он что-то скрывает. Многие люди, многие люди так говорили, я говорю, допустим, многие люди так говорили, я присоединяюсь к человеку, а когда увидели ценность и масштабность идеи, побывали на экофесте, познакомились с генеральным конструктором, то стали не просто инвестировать, а стали продвигать проект. Так это со мной произошло. Я могу привести в пример свою историю, да, я ее привожу, и когда я говорю о том, что где я побывала, сколько людей, прокатилась на таком-то транспорте, показываю фотографии, это не может быть неинтересно. У человека появляется здесь, уходит логика, включается чувство, потому что если мы не убеждаем человека логически, то на уровне чувств, на уровне эмоций люди принимают решение, и на уровне эмоций человек раскрывается. Это пирамида. Но вот здесь хочу сказать, что человек точно не разобрался, здесь сразу же явно идет сопротивление, да, и зачастую это бывает полная отмазка. Сразу же человек закрывается, да, закрывается и ассоциирует проект, с потерей денег. Здесь у него включается страх быть обманутым, отсутствие и доверие. Я спрашиваю человека, что вы считаете пирамидой? Для чего я это делаю? А для того, чтобы услышать, в чем страх человека. я не разбираю вот это возражение, я не оправдываю пирамида, не пирамида, я не говорю с человеком о том, что это такая фигура устойчивая, что весь мир так устроен, что такое государство и так далее. Хочу вам сказать, что люди уже это слышали не раз на каких-либо презентациях каких-либо компаний, вот, и они в курсе, что такое пирамида, и какие доводы приводятся. Но моя задача услышать, в чем страх человека, послушать его внимательно, да, и именно работать с его страхом, а не с этим возражением. есть человек, который говорит, ну хорошо, я инвестировал, да, но я не буду вести бизнес, я не знаю много людей, кому я скажу и так далее. И здесь, здесь я также включаюсь, да, по такому алгоритму принятия, я вас понимаю, однако, однако я начала понимать, сколько людей я знаю, когда начала составлять список. И я, когда стала составлять список, у меня люди в тетрадь не помещаются. Сколько контактов у вас в телефоне, а сколько контактов в фейсбуке, в инстаграме, очень важно не судить людей до встречи с вами. Никогда не угадаешь, для кого этот бизнес окажется подходящим. Может быть, для ваших друзей? Кстати, я могу вам помочь сделать первый звонок и провести встречу. Продолжаем, да, действием сделаем для того, чтобы перевести человека вот тут на тот момент, да, этап партнерства. Я так считаю, что это такой вот важный такой момент. Мы уводим человека в действие. Действие это помочь составить список, помочь, да, человеку сделать первый звонок, провести первую встречу. И здесь также помогают собственные истории. Я часто рассказывала свои истории, также истории тех людей, которые начинают, истории тех людей, которые также сопротивлялись и говорили, ну, хорошо, я инвестирую, но я не знаю столько людей, кто пойдет за мной и так далее. и эти истории, то, что в дальнейшем появляются 10 человек, 20 человек, потом 100 человек, потом больше, и здесь уже потом сотни, и этот вопрос уже остается забытым, можно так сказать. Да. Это не мое. Что значит не мое, что именно не твое. Снова мы также включаемся в активное слушание. И активное слушание такое, да, что именно не мое. твое. И здесь как раз можно поговорить еще раз, да, вот я уже говорила, здесь можно поговорить о краудфандинге, о народном финансировании, дать видение. Человек просто не увидел, не увидел, может быть, не представил себя, он не пустил себя в эту среду. И это одно из также сопротивлений. не пустил себя вот в эту среду, он не присоединился, не присоединился к вам. Может быть, вы присоединились к нему, но к вам нет. Сама по себе, само по себе присоединение к вам это видение, это та идея, о которой вы можете говорить с человеком. Здесь можно дать ролики с экофестом, где собираются сотни единомышленников. Здесь можно показать свои собственные фотографии, здесь можно привести примеры, как строились компании, что такое краудфандинг, как всем миром люди поднимали ту или иную компанию. Я прекрасно понимаю, что эта тема как для вашего развития, так и для развития того человека, который будет сидеть рядом с вами. Однажды еще несколько лет назад я понятия не имела, что такое краудфандинг. И я никогда не участвовала в партнерских программах. Я работала в индустрии сетевого маркетинга. И вы знаете, когда я узнала о краудфандинге, я поняла, что какая-то классная идея, это вообще потрясающий такой момент для того, чтобы родилась какая-либо интересная компания, был выведен новый продукт на рынок, очень полезный для всего мира, полезен именно людям, потому что именно конечный потребитель, это сам человек, он заинтересован в выходе на рынок данного товара, а здесь говорится вообще о безопасном транспорте, здесь говорится об экологии, здесь говорится о чистоте планеты, здесь говорится о тех вещах, которые просто фантастика, да, это переход вообще на другой уровень жизни людей, и получается, что как только человек присоединяется к этому, к видению, которое вы передаете, он перестает говорить это не мое, и дальше уже могут возникать совершенно другие у человека может быть возражения, а может быть и здесь у человека возникают вопросы, хорошо, а как мне начать, могу ли я начать с минимума, я слышала такие возражения, может быть это не возражение, а просто-напросто опаска, или просто такой вот момент попробовать, попробовать, присоединиться, позволяйте человеку это делать, не настаивайте сразу на крупной инвестиции, позвольте человеку и дайте возможность человеку войти в акцию, акция, которая есть на сегодня, да, степ-ап это 20-21, сейчас эта акция, она также очень привлекательна, и когда человек говорит, я уже опоздал, я не в первых рядах, скажите ему, что ты знаешь, ты сейчас как раз на таком моменте, на таком классном моменте, что ты можешь получить для себя пакет долей с выгодным, очень выгодным дисконтом, это сейчас идет акция компании в течение 60 дней, до конца августа, объясните, выйдите с человеком вместе, в его инвестиционный кабинет, создайте, когда вы ему создаете этот кабинет, то, конечно же, выйдите в раздел инвестирование и посмотрите, покажите, покажите выгоду этого пакета, и, конечно же, здесь он может выбрать для себя или 1,50 дисконт, или 1,90, я хочу сказать, что вот этот момент, сразу же здесь отпадает, какой момент, то, что нет денег, момент отпал, нет денег, и, человек, он будет рассуждать не на эту тему, что нет денег, а что именно выбрать, или 1 пакет, или 2 пакет, как он справится, я в этих моментах никогда не давлю на человека, но что я показываю, я человеку показываю, я человеку показываю количество долей, которые он приобретает, насколько это выгодно для него, и, конечно же, когда я перевожу взгляд человека с денег на количество долей, здесь уже возникает у человека такой вот вопрос, да, как я смогу это приобрести, да, это очень выгодно, такой пакет, допустим, пакет 1,90, и здесь это будет 108 тысяч акций, долей, выгодное предложение, ну да, и здесь уже отпадает такой вот момент возражений, так как человек, он начинает включаться, где я возьму деньги, и первое, что у него сразу же приходит идея, где, буквально на следующий день, или в этот же день мы можем с ним это сделать, а ему папу помочь, помочь могу зарегистрироваться, да, инвестировать, вот, это такой очень приятный момент, когда человек получает для себя первый опыт, первый опыт, то, что он инвестирует в будущее, очень много людей боятся, не входит в этот момент, в этот опыт, потому что они живут страхами, что кто-то это делал, кто-то проиграл, и так далее, но на самом деле, свой собственный опыт, когда ты проживаешь этот момент эмоциональный, ух, здорово, я совладелец крупной компании, и вот это дорогого стоит, господа, а это очень приятный момент, и с этого момента человек, когда приобретает смелость, он открывает еще один пакет, еще один пакет, я точно знаю, что вот с этой внутренней красивой эмоцией он может говорить с людьми, и когда он будет говорить с людьми, он будет, он сам будет хотеть делиться, я всегда приветствую человека, когда он делится своим внутренним переживанием, но я никогда не приветствую, если человек не учится говорить, так вот как раз сегодняшнее наше общение, это как учиться говорить, как справляться, может быть, на рынке с сопротивлением рынка, и если человек, он раз попробовал, ему обрезали крылья, второй раз попробовал, на эмоциях поговорил, такой молодой инвестор, он получил для себя прививку такую от своих знакомых, и он прекратил разговаривать, если человек, он не обучается, он не становится партнером, он не становится игроком на этом рынке, он становится наблюдающим инвестором, так вот, наша задача, ваша задача, господа предприниматели, создавать все больше и больше игроков, которые обучаются, которые хотят нести дальше свои знания многим и многим людям, и я хочу также дать небольшие рекомендации в таком плане, есть писатель, очень интересный Марк Голстон, купите его книгу или закажите его онлайн, книга называется «Я вас слышу насквозь», так вот, он говорил такие вещи, чтобы убедить, нужно слушать. Что это такое? Тот человек, то есть, тот человек, который принял решение, принял решение заниматься бизнесом, он стал партнером компании, молодой предприниматель, молодой инвестор, важный признать тот факт, даже в разговоре, что ты новичок, и также признать, что ты становишься постепенно компетентным при помощи обучения, и когда людям важно и видна ваша искренность, а не шаблон, то они это приобретают. Главное видение и энтузиазм. И что еще? Что я еще услышала в этой книге, да, прочитала, это искренняя благодарность. Вы знаете, это многого стоит. Искренняя благодарность всегда, когда мы заканчиваем беседу с человеком. Это создавайте выигрышную ситуацию в моменте благодарения. Что бы ни случилось, какие бы переговоры не произошли. Скажите человеку, признательность есть три шага. За что вы благодарите? Отметьте усилия человека, да, какая помощь поступила от него и как улучшилась ваша ситуация при этом. Какой пример здесь можно привести? За что вы благодарите человека? За то, что он уделил вам время? Вы можете поблагодарить? Да. Выкроил время, пришел или выслушал вас. Отметьте усилия человека, помощь от него какая? Вы мне помогли, я еще раз передала информацию о прекрасной индустрии, вы мне помогли это сделать. И также я утвердилась в собственном выборе. Как улучшилась ваша ситуация при этом? Я стала более опытной, и я также получила действительно хорошую тренировку при разговоре. Спасибо большое. И здесь идет вин-вин. И оба остаются в выигрышной ситуации. Еще, в чем выигрышная эта ситуация, вы всегда можете обратиться к человеку, которого вы поблагодарили. И всегда этот человек будет открыт к вам. Есть книги, которые развивают. Книги в помощь. Если вы хотите научиться говорить, есть такая книга Радислава Гандапаса Камасутра для ораторов. Я ее читала, я ее перечитывала, я также была на тренингах Радислава Гандапаса. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие выступая. Выступаю публично и также можно здесь выступать на переговорах. Дальше еще книга Даниэла Раппорт Разожги огонь. Вот эта книга, она толстая, но почему она такая? она с такими крупными шрифтами, здесь жгучая беседа и жгучие вопросы, и также критерия легкости, дайте себе определение сами. здесь как зажечь внутренний огонь, это искренние советы для тех, кто ищет свой путь и тех, кто ищет внутреннюю мотивацию на этом пути. Великолепная книга. Есть еще книги, с помощью которых вы сможете создавать для себя мышление богатого человека. И конечно же классика, можно сказать, это богатый папа, бедный папа. Есть из серии Роберта Киосаки книги «Квадрант денежного потока». Это классика, можно сказать, чтобы понимать, в каком квадранте находитесь вы, и также те люди, с которыми вы общаетесь, и чтобы перейти с одного квадранта в другой. Вот, возможно, мы с вами будем также проходить это на вебинарах. И еще такая книжка «Руководство богатого папой по инвестированию». Очень интересная книга. Здесь есть интересные инвестиционные стратегии. Также помощь вам для того, чтобы получить какой-то вот лучшее инвестиционное мышление, денежное мышление, можно так сказать. И это приведет к расширению сознания. Почему важно расширение сознания, работа над собой? Мы готовим себя для того, чтобы общаться с разным контингентом людей. не просто с нашими знакомыми, с нашими контактами, чтобы это были люди разного уровня. Уровень, как средний уровень, и также уровень лакшери. Что такое уровень лакшери? Уровень премиум? Это люди, которые могут инвестировать гораздо больше, чем это сделали вы сами. Поэтому развиваться очень выгодно на сегодняшнем рынке. Ну и, конечно, также рекомендации книг по продажам и переговорам. Владимир Лавров «Богатый мозг», «Бедность и богатство». Это всего лишь программа. Это очень интересная книга, почитайте ее. Русскоязычное пространство здесь может для себя получить очень многие ответы, потому что американская технология, допустим, Роберта Киосаки, может быть, не всем подходит, а Лавров здесь увидите для себя очень важные вещи. Игорь Рызов «Переговоры с монстрами». Его девиз «Вы живете так, как ведете переговоры». Прочитайте его книгу «Очень многое изменится». Александр Левитас «Убеди, убедили, беру». Очень интересная книга для людей, которые занимаются различными видами продаж. Мария Саладар «Баронка продаж в интернете». Весь мир сейчас движется в интернет. И здесь вы увидите инструменты автоматических продаж и повышение среднего чека. Она это преподносит очень легко, интересно. Роберт Чалдини «Будь тем, кому всегда говорят «Да». это классика «Будь Чалдини». И это работа над собой, совершенствование себя. Поэтому желаю вам быть всегда на высоте в ваших переговорах и всегда занимать позицию «Выигрыш, выигрыш, вин, вин». Желаю удачи, успеха, больших инвестиций. И на следующем вебинаре мы будем говорить с вами о команде, работе с людьми уже в партнерстве и также будут некоторые рекомендации. Сейчас если есть какие-то вопросы, напишите пожалуйста, мне очень ценно то, что вы сегодня слушаете меня, подключились да, обязательно Людмила, я запись оставлю здесь, как только будет готова ссылка, я тут же ее скопирую и поставлю здесь на моем ресурсе обязательно. Еще все записи находятся на ресурсе СВСи вебинары. Я обязательно ее выставлю на следующем своем вебинаре, выставлю вот здесь в моем чате. Всего доброго, до свидания. Субтитры Продолжение следует...